Если вам такой вопрос в ЕГЭ попадется, объясните, каковы свойства ферментов? Приведите 4 положения. То, что ферменты – это биологический катализатор, это все ясно. Первое. Ферменты в процессе реакции не расходуются. То есть они сохраняют свое количество. Не расходуются. Второе свойство их. Они активны при определенных условиях. Знаете, какое условие любят температурное? Температуру где-то от 30 до 40 обожают они, ферменты. Кислотность, которую они любят, это где-то от 7 до 9. То есть либо нейтральная кислотность, либо слабощелочная. Большинство, кстати, ферментов работают при кислотности от 8 до 9. На самом деле. Ну, например, там во рту такая кислотность, кишечники в тонком. Поэтому там ферменты нормально работают. Третье. Каталитическая активность ферментов намного больше, чем активность неорганических катализаторов. Есть разные там химии у вас, неорганические катализаторы, но ферменты, как органические катализаторы, они потрясающие у них. Активность намного выше, чем у неорганических. Четвертое. Ферменты, как и гормоны, ферменты, как и гормоны, специфичные. То есть, ну, один фермент, одно какое-то вещество расщепляет. У них не бывает каких-то других вариантов. Ну, например, вот амилаза во рту расщепляет крахмал. Мы четко знаем про это. В общем, в этом плане похожесть на гормоны есть, да, что тоже. Ну, хотя гормоны — это совершенно другие, и витамины, совершенно другие вещества. Да, теперь, бывает два вида ферментов. Однокомпонентные, которые только из белков состоят. И двукомпонентные, которые, кроме белковой части, имеют небелковую. И вот это вот небелковое очень оказывается важной. Почему она важна? Да, и чем она представлена? Это небелковое может определять свойства фермента в целом, оказалось. И чем она может быть представлена в двухкомпонентных ферментах? Либо это витамины, либо ионы металлов. Два варианта основных. Ну, например, поэтому витамины нам всегда говорят, принимайте витамины, потому что витамины входят в состав ферментов, двукомпонентных ферментов. У нас, насколько я читал сейчас недавно, около двух тысяч ферментов. Это у нас огромное количество реакций, которые стоит запускать в теле. Уже по меньшей мере. Возможно, некоторые ферменты участвуют в нескольких реакциях, но две тысячи ферментов уже достаточно много. Как же у нас сложно тело устроено. Вот я сейчас читаю, есть методы всякие исследования клеток. Режут там клетки, замораживают, нарезают их, чтобы смотреть в микроскоп. Но на самом деле учёные, к сожалению, многие, когда порезали все эти клетки и смотрят в микроскоп, они забывают, что когда ты разрезал клетку, она уже изменилась. И уже она не такая, как живая. Возможно, уже многое ты не увидишь, что мог бы увидеть в живой клетке. Да, ну и вот здесь я привожу, знаете, такой фермент, который также имеет ион металла внутри. Это каталаза. Каталаза, она у нас есть в каждой клетке, кстати, этот фермент есть. Знаете, где в каждой клетке есть у нас пероксисомы, такие маленькие шарики, похожие на лизосомы, только меньше, намного меньше. И в пероксисомах есть каталаза фермента. Вот в нём есть ион железа. Железо как… Кстати, белковая часть — это апофермент внутри двухкомпонентного фермента, а не белковая — это кофермент. Вот либо витамин, либо ионжильное, ион какой-то. И вот тут железо в каталазе. Кстати, кто помнит о каталазе, что ещё надо знать? Дело в том, что был вопрос, по-моему, где-то это… Я сейчас не найду, если это реально в ЕГЭ вопрос. Потому что там реально… Современные тесты ЕГЭ — это примерно книжка 700 страниц. Довольно увесистая. То есть это такая толстая, если её представить в виде книжки. Я думаю, что там где-то есть вопрос, который звучит так. Так, объясните, зачем рану обрабатывают перекисью водорода? Да, точно это было. Возможно, этот вопрос не ФИПИ создавало, возможно, МИОО, который в Москве в школу отправляют. Но такой вопрос мог быть. Первое. Почему обрабатывают рану перекисью водорода? Перекись водорода при обработке раны распадается. А вон у меня реакция нависована. Под влиянием каталазы. Видите, у нас же в коллектах есть каталазы, да? Распадается до кислорода и воды. Это вы первое напишите. А второе. Кислород дезинфицирует рану. Чистый кислород убивает бактерий. Поэтому как раз вот из-за этого обрабатывают у нас на перекисью. А вода, она очищает рану от инородных частиц. Всё. Вот так вы должны писать. Но вы должны писать, что перекись распадается под влиянием каталазы. Именно первый пункт. Потому что у нас везде каталазы есть. А вот это белый налет, который выросли? Пенистая. Да, вот пенистая пена, это как раз вот кислород поднимает её, да? А что такое белый налет? Мне кажется, это какие-то под влиянием кислорода части расплавшихся клеток. Да, и бактерий, скорее всего. Потому что кислород, он вообще-то убивает не только бактерии, но и чуть-чуть и свои клетки. На самом деле, к сожалению, это такой побочный эффект. У нас всегда есть где-то и плюс, и минус во всём. Но это, получается, не основная функция, как у вас есть ещё? Вот, правильно. Вот это я жду этот вопрос. Молодец, Тимур, задал очень логичный вопрос. Всё-таки неужели у нас каталаза в клетках для того, чтобы перекись вот эту аптечную расщеплять, которая продаётся? Да, может, никто её никогда перекись не покупал и в глаза её не видел. Может, кто-то вообще пользуется зелёнкой, да, например. Конечно, каталаза у нас нужна вообще-то от природы в клетках для того, чтобы нашу собственную перекись расщеплять. У нас в процессе обмена веществ определённое количество перекиси тоже синтезируется в цитоплазме клеток. И перекись является таким продуктом обмена вредным, да, фактически, как бы, и небольшое количество образуется. Вот. И поэтому нужна каталаза. Поэтому мы с вами выделяем кислород немножко. Да, какое-то количество. Я не могу сказать, у нас перекись есть, да, с вами образуется. А вы что думаете? Думаете, мы все токсины изучаем, которые в нашем теле? Вот перекись — это тоже яд, токсин, который у нас в клетках образуется. Вы знаете, у нас ещё сколько? Я тут недавно прочитал ещё несколько названий. Я, честно сказать, не запомнил их, потому что они там уж слишком странно звучали, токсические эти вещества. Больше того, я сейчас прочитал, у нас, знаете, что? Для организма, для нашего, важнее очищение от токсинов, чем питание. Оказывается, что у него это важнее. Потому что токсин, он если есть, он прям может так плохо организму сделать. А питание, ну что, ну не поел пару дней, животные многие голодают в природе, а потом начинают есть опять. Ничего страшного. Когда не ешь, волк, например, там пару дней не ест. Ну ничего страшного. Зато когда не ест, его организм очищается от токсинов, как следует. А у нас человек, он всегда ест. Когда нам очищаться? А у нас некогда, надо есть. Да, да, то есть мы утром есть на столу. Если утро, то обязательно завтрак. Ну как бы да, у нас никто никогда не голодает практически. Ну если только в Африке, люди голодают. А животные, к чему они такие худые, подтянутые, не жирные, не все? Потому что иногда пищи нету. Вот, зато, и вот сейчас выяснили, что это вот хорошо у животных. Зато, что они иногда голодают, они здоровы. А мы никогда не голодаем. Да, мы постоянно едим и едим. Поэтому у нас токсинов, и не успевает организм вывести токсины, к сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok